Чаще всего дети подхватывают в шее, в детском саду, в школах, то есть в коллективе. Причина этому тесный контакт с друг с другом или есть еще какие-то сопутствующие факторы? Ну вот у вас два сына. Вы часто их видите, один сидит в одном углу и играется, другой в другом. Ну бывает, поспорят, подерутся там или еще что-нибудь, или вы заставите того уроки делать, а тот себе сидит, но все равно через какое-то время они начинают опять тесно контактировать и играть. А если их 30, невзирая на то, что там половина девчонок, половина мальчишек, значит вот это тесное общение. Игра иногда пользования общими расческами, иногда пользования общими кепками, косыночками. Иногда пользование общей одеждой даже, ведь это дети. Иногда пользование общими игрушками в шее легко переходит от одного. Достаточно одному завшивленному ребенку появиться, через, скажем, несколько дней будут полгруппы с вшами. А если так произошло, что появился такой ребенок, какие должны быть действия медсестры? Первое, что нужно, если ребенок чешется, не поленись, подойди, просмотри головочку, ну и на это же, а там же интересную беседу надо провести с подружкой, правильно? На тему, почему муж мой сегодня ушел и не сказал мне до свидания, да? Это же важнее, нежели у ребенка чешется голова. Поэтому нужно внимательно посмотреть и, как правило, обратить внимание на этого ребенка. То ли он просто раз почесал головочку, то ли он несколько раз ее и в разных местах, особенно в височно-затылочной области. Не здесь, в лобной области, а в височно-затылочной области. Вот когда он их несколько раз в течение какого-то небольшого промежутка времени почесал, надо брать расческу и искать вши. Плюс надо не только одного ребеночка посмотреть, а надо все 30 головы посмотреть. Конечно, 30 головочек нужно наклонить и посмотреть, даже вычесать их нужно. И если, в любом случае, если половозрелые вши есть, расческой их можно все равно вычесать на бумагу. И, в общем, или предупредить всех родителей о том, чтобы дома внимательно всех, если у тебя не хватает времени, если, допустим, окончание рабочей смены, и родители вот-вот придут, будут забирать детишек, ты посмотрела, пять человек, остальных. Нужно просто сказать, что внимательно всех нужно дома осмотреть. Когда можно говорить об эпидемии педикулеза в детском, дошкольном или школьном заведении? Ну, вы знаете, эпидемия – это такое немножко громкое определение, образное громкое определение для такого паразита, как вша. Эпидемия может быть при гриппе, при других острых инфекционных заразных заболеваниях, холера, чума. А вот это не эпидемия, это, скорее всего, наше невнимание и нежелание выполнять все свои функциональные обязанности. Когда, ну вот, когда, если в течение, скажем, ну вот, все было благополучно, месяц назад мы группу смотрели, на вши все было нормально, сейчас смотрим процентов 70-80 больных. Этих всех изолируют. То есть карантин. Группа закрывается на карантин. Не обязательно. Или просто детей не приходят в саду? Этих малышей, у которых не нашли, вши приходят спокойно в садик и дальше, но их нужно контролировать каждый день, по несколько раз осматривать. Но вы говорили, что гниды могут жить и на игрушках, и на ковре. А как же пришел ребенок без вшей, из дома, на следующий день, а на какой-то игрушке уже есть вша? То есть все равно должна быть какая-то обработка, дезинфекция помещения? Ну, конечно. Конечно. Есть АПАР такой препарат, есть другие препараты, которыми можно, пара плюс тот же, можно использовать, дороговато, конечно, будет немножко, но что делать? Провести дезинфекцию. Можно обработать один раз игрушки, можно обработать или отдать игрушки домой детям, если это их, если это садиковские игрушки, обработать их нужно обязательно спреями всевозможными. И да, нужно не пожалеть денег, обработать все. И ковры, и... Ну, вы знаете, вши очень недолго живут вне человека. Несколько дней они оголодавшие начинают искать нового хозяина, поэтому они бегают как экспрессы и ищут себе, где бы ему попитаться. Но на карантин группа не закрывается. Нет, группа не закрывается, но если из 30-28 больных, без сомнения, тогда, конечно, группа закроется. Какая профилактика педикулеза должна, в принципе, осуществляться в детском саду? Вы имеете в виду, ни у кого нет, все благополучно. Да, медсестра должна как-то периодически. Хотя бы один раз в месяц. Проверять уголов. Да, проверять. Выборочно, может быть, не у всех. Может быть, у тех, у кого, ну, вот скажем так, считается, что неблагополучные дети, или детей неблагополучных не бывает. Они все крохи, они все одинаковые. Кто больше смеется, кто меньше, но они все одинаковые. Неиспорченные, прекрасные ребятишки. Но вот есть мама, которая, допустим, определила ребенка в садик, а сама любит, ну, немножечко, ну, скажем, слабости определенные есть, к алкоголю, нежеланию работать. Где-нибудь каким-то там, какие-то небольшие деньги получает на ребенка, этого ей достаточно. И детишкам уделяют мало внимания. Если в квартире полы моются один раз в пять лет, вы сами понимаете, что это только способствует грязь и неубранность, и грязное белье. Это все способствует тому, что вши там будут процветать. Плотяные ли головные вши, но они там будут. Нужно обязательно помнить об этом медработникам, которые работают в садике, и хотя бы один раз в квартал, хотя бы один раз в месяц периодически детишек осматривать. Особенно и не потому, что только у этих ребят может быть. Нет. Я говорю о том, ну, скажем, максимальном настрое, который должен быть. А так ребенок может заразиться в любой семье из самых благополучных. Поэтому нужно помнить о том, что медработник в садике нужен не только тогда, когда ребенок, скажем, порезал пальчик, или есть какая-то жалоба, или чувствует, что температура появилась, а иногда осматривать на вшивость. И если есть вши, тогда ставить в известность врача садиковского, приходящего, на ставку работает там, и родители обязательно, то есть ставить в известность местное начальство и принимать все необходимые меры. Значит, какова профилактика? Прежде всего, чистота. Если мы будем мыть голову ребенку два раза в неделю, а летом каждый день, расчесывать ее, укладывать ее красиво расчесочкой каждый день по несколько раз, это будут профилактические меры. Если мы будем проводить уборку постоянную, влажную, в квартире, в доме, это будут тоже профилактические меры. Нужно обязательно осматривать ребенка периодически, можно и каждый день, ничего страшного нет. Все равно расчесываешь ребенка, осматривай, пожалуйста. Вот это меры профилактики, которые обязательно необходимо помнить родителям и придерживаться этих правил. В вопросах профилактики очень важно еще и отношение самих родителей к этой проблеме, потому что в детском саду при выявлении в шею своего ребенка родители чаще всего замалчивают об этом факте. Они стараются дома быстренько вывести шею гнид и приводят ребенка дальше. Постыдного здесь ничего нет. Если родитель придет и честно скажет воспитателю или классному руководителю, что вот такая вот у нас проблема, это быстрее решит проблему, чем мы будем ходить, замалчивать об этом. И вши и гниды будут распространяться дальше по группе, по классу. То есть должна быть тоже какая-то культура воспитания в этом плане. Без сомнения. Ложного стыда в том, что у твоего ребенка нашли в шею или появились в шею, быть не должно. Без сомнения нужно поставить в известность администрацию группы, администрацию садика, школы, классного руководителя. Проверить всех детишек. И только тогда, так будет правильно, и только тогда можно ложиться спать с чувством исполненного долга. Потому что по-другому никак нельзя. Нужно любить не только своего ребенка и себя, а любить и тех детей, друзей, своего сына, с которыми он тесно общается в течение дня. Продолжение следует.